В Писании сказано, что хорошо быть братьям и сёстрам вместе. Это приятно, это хорошо. И на самом деле церковь — это то место, где приятно находиться. Ну, во всяком случае, так должно быть, не так ли? Я вам скажу, что на самом деле из всех организаций, если так можно сказать, для меня самое приятное место — это Божья церковь. Потому что здесь единомышленники, которые мыслят примерно так же, как я. Здесь люди, которые любят Бога, как люблю Его я. Здесь люди, которые хотя бы стараются исполнять Божью заповедь любви. Не всегда получается, но они стараются. И поэтому церковь — это место, где приятно находиться. И, конечно же, пребывание в церкви, служение, общение — оно должно приносить, по идее, только положительные эмоции. Но всегда ли так получается? Что вы себе можете ответить? Не всегда так получается. Бывает, что в церкви у нас возникают негативные эмоции. А от чего они возникают? Нет проповеди, нет прославления, нет замечательной конференции. Они возникают от того, что нам приходится в церкви сталкиваться с другими людьми. Так или нет? Сталкиваться с другими людьми, а они не всегда такие, какими бы нам хотелось их видеть. Иногда они другие. Иногда можем сказать, мы что, неверующие, что ли, кому-нибудь, да? Или что, ты Библию не читаешь? Или ты Бога не любишь? Или еще что-нибудь. Мы можем найти какие-то упреки. Но бывает, что именно общение с людьми приводит нас к негативным ощущениям, к негативным эмоциям. И знаете, я хочу вам одну вещь сказать. Ничего страшного в этом нет. Аминь. Ничего страшного. То, что в церкви иногда у нас возникают негативные эмоции. Некоторые люди пугаются этого и говорят, ну как в церкви должно быть все идеально. Нет, дорогие мои, не может быть в церкви все идеально, потому что все мы не идеальны. Не идеальны. И вот иногда после какого-то такого общения не хочется даже с людьми разговаривать. У вас бывало такое? У меня был не так давно один неприятный разговор в церкви у нас там в Нижних Серегах. И после этого разговора я еду домой и думаю, я вообще не хочу разговаривать с этими людьми. Служить этим людям не хочу. Вообще чувствую полное разочарование. У вас бывало когда-нибудь такое ощущение? Бывало у некоторых. У некоторых все хорошо. Я рад за вас. И вот я еду и думаю, я не хочу больше этим людям служить. Ну естественно я буду, но ощущения у меня негативные. И знаешь, в таких ситуациях Бог иногда начинает говорить. И вот в этот момент, когда я размышлял, мне Бог говорит, а ты расскажи об этом. О чём? О разочаровании. Я был очень разочарован. Расскажи об этом. И вот после этого у меня сложилась проповедь, которую я хотел бы с вами поделиться. Слово о том, как негативные эмоции можно обратить нам на пользу. И давайте прочитаем, мы несколько мест Писания с вами посмотрим сегодня. Притча, 13 глава. Притча, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. На этом остановимся. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. То есть, если ты чего-то ожидаешь от людей, и они не делают так, как ты хочешь, это тебя разочаровывает. Это томит твоё сердце. Если ты чего-то ждёшь, это не происходит, это тебя разочаровывает. Это томит твоё сердце. Об этом сказано. Вы знаете, все люди, я так думаю, рано или поздно в чём-то разочаровываются. Когда я был подростком, вот тогда я почувствовал эти первые разочарования. Потому что подростки — идеалисты. Им кажется, что мир должен быть совершенным. Но они сталкиваются с несовершенством и с несправедливостью этого мира. И вот когда я сталкивался с этим, я думал, как так? Люди могут так поступать. Почему они по-доброму друг к другу не относятся? Что им мешает? У вас не возникали в подростковом возрасте эти вопросы? Почему они злятся? Почему они вымещают злобу друг на друге? Почему это происходит? Когда я видел мамашу, ведёт молодая ребёнка маленького. Он там не слушается, капризничает. Она кричит на него, красная уже вся от злости. Я думаю, вот я так никогда не буду поступать, как она. Я так думал. Но я стараюсь, конечно, так делать. Но не могу сказать, что всегда удачно у меня было это. То есть бывало, что я раздражался и срывался. Но в то время я был разочарован. Почему люди себя так ведут? Почему это мамаша, это же её ребёнок, лупит его. Он ещё маленький. И вот когда я пришёл в церковь, это были детские представления. Я разочаровался в людях. Это нормальный, естественный процесс. Когда я пришёл в церковь, у меня вновь возникли такие детские надежды, можно сказать. В том, что здесь, наверное, мир может быть совершенным. Здесь ведь люди Божьи. Здесь ведь церковь Божья. Здесь люди любят Бога. Значит, с ними будет всё хорошо. И не увижу я тут ни зависти, ни злости, ничего такого не увижу. И что вы думаете? Меня постигло разочарование. А вас? Я вам скажу, что разочарование имеет положительную сторону и отрицательную. И мы это с вами посмотрим. Но давайте для начала прочитаем Третье Царство, 19 глава. И прочитаем со второго стиха. «И послала Иезавель посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне Бога, ещё больше сделать, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой у каждого из них». Напомню, что там происходило. Дело в том, что Илья возвращал служение в свой народ. И успешно у него это прошло. И после того, как огонь сошёл на жертвенник, и все люди обратились к Богу, сказали, «Господь есть Бог, а не Ваал». Он сказал, «А теперь уничтожьте всех этих пророков Ваала». И там их всех казнили, этих пророков. И после этой победы впечатляющей, после того, как он совершил такое мега-служение, после того, как он так успешно послужил своему народу, приходит к нему посланец и говорит, «Вот тебе от царицы послание. Завтра ты будешь там же, в той же канаве, где все эти пророки». Смотрим реакцию Ильи. «Увидев это, он встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою. И пришёл в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошёл в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Человек был полностью разочарован. Настолько сильно, что ему жить не хотелось. Бывает такое состояние, когда ты настолько разочарован, что жить не хочется. Вот такое состояние было у Ильи. Несмотря на то, что он одержал только что такую победу, вот эта весть от Иезавели привела к такому состоянию. И почему у нас происходит разочарование? К Ильи мы ещё вернёмся. Почему разочарование происходит? Потому что мы от людей ожидаем больше, чем они способны нам дать. Вот почему. Мы ожидаем, что люди будут совершенными, а они показывают свои недостатки. Мы думаем, да как так можно? Ты знаешь, когда я пришёл только в церковь, и снова идеалистические представления у меня возникли, я там сидел на последнем ряду, прославлял, пел, и мне казалось, что те, кто на сцене, это люди святые. В смысле совершенные. Как боги практически. Вот эти вот певцы, вот эти музыканты, вот проповедники, которые выходили на сцену. Я смотрел вот издалека, из зала, и думаю, они в помазании, силе Божией, славят, служат. Я думаю, это люди просто, вот просто совершенные люди. А потом я столкнулся с реальностью жизни. Потому что узнал, что какие-то конфликты там бывают между людьми, прославление. Бывало такое? Нет, прославление крутит головой. Никогда. Всегда всё было хорошо. Какое-то непонимание, ещё что-то, ещё что-то. Я думаю, да как так может быть? Когда один служитель, который, я думал, это вот просто вообще супер-мега, и он как-то проявил плоть свою, ну, в каком-то эпизоде. Я думаю, да как так может быть? И у меня пришло разочарование. Думаю, как же так в церкви люди поступают не всегда по Слову Божьему. И знаешь, я понял одну вещь, что люди это люди. Аминь. Не ангелы, не боги. Люди это люди. Это полезный был для меня опыт, положительный опыт. Я перестал от людей ожидать, чтобы они были тем, кем они не являются. Я перестал ждать, что люди будут как ангелы. Нет, они не будут как ангелы. Апостол Иоанн писал, к сожалению, все мы много согрешаем. Так написал? К сожалению, все мы много согрешаем. Поэтому кровь Иисуса нам помогает очищаться от всякого греха. Когда мы приходим в церковь, это знаете, как когда ты приходишь в спортзал, ты же не ожидаешь, что в спортзале все будут такими культуристами, качками с мышцами. Или ты ждешь, что пришел в спортзал, думаешь, я-то сам так как-то не очень, пресс не прокачан, руки хилые, вот, а там, наверное, все вот такие классные. Приходишь и смотришь на беговой дорожке, тетенька толстенькая бежит такая, дяденька с пузиком, а потом пацан вот такой вот с впалой грудью и думаешь, да нет, вроде тут нормальные люди, такие же, как и я. То, что ты пришел в спортзал, не означает, что ты там найдешь совершенных спортсменов. Так или нет? Но там люди, которые к чему-то стремятся, стремятся улучшить свою физическую форму. И вот, когда ты приходишь в церковь, ты не должен думать, что тут уже все в форме, уже все упражняются в благочестии и достигли в этом высот. Нет. Кто-то, знаете, хорошо тренируется, и у него уже духовные мускулы развиты, а кто-то так через раз пропускает тренировки. Понимаете? Но все равно эти люди пришли в спортзал, и это уже хорошо. Мы пришли с вами в церковь, и это уже хорошо. Кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее. У каждого свой путь. И поэтому мы не должны на людей возлагать те бремена, которые они не смогут нести. Каждый растет, каждый стремится. А мы с вами должны принимать этих людей такими, какие они есть. Такими, какие они есть. Или в 10 стихе посмотри. Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». И вот мы видим здесь полное разочарование в народе Божьем у Ильи. Полное разочарование. Я встречал таких людей, которые столкнулись с непониманием каким-то в церкви. Или они не очень поняли кого-то. Или кто-то им грубо ответил. Такое, к сожалению, бывает. Или кто-то на них не так посмотрел. Тоже так бывает. Или ему показалось, что на него не так посмотрели. и он обиженный, разочарованный, говорит, нету тут никакой любви. Нечего здесь мне ожидать. И он старается, может, в другом месте найду. Ты знаешь, идет, ищет другую церковь, где все люди будут совершенные. Знаете, что его там ожидает? Такое же разочарование. Согласны? Такое же разочарование. И вот я видел этих людей. Они пришли в одну церковь, разочаровались. В другую разочаровались. Думают, может, третью. Пока вот они не пробегут несколько церквей и не примут. Факт, то, что нигде совершенного общества на земле они не найдут. Аминь? Пока не примут. Либо пока разочарование совершенно их не уведет из церкви. И вот когда я пережил такое разочарование, мне Бог сказал одну вещь. Люди это люди. Ты не должен надеяться на них. Ты должен надеяться на меня. И когда ты надеешься на Бога, это положительная сторона разочарования. Ты понимаешь, на людей нельзя полагаться во всей полноте. Конечно, мы любим друг друга, общаемся друг с другом, но опора и твердыня для нас не человек, а Бог. И вот этот был для меня урок, что я только на Бога должен полагаться. Не ожидать от людей больше, чем они могут дать. Не ожидать от них совершенства. Принимать их такими, какие они есть, с их недостатками. Потому что я и сам не лишен недостатков. и тогда я смогу исполнить заповедь Божия, которая говорит принимайте других, как Христос принял вас. Потому что Христос принял вас такими, какие вы есть. Он не потребовал сначала ты почистись, изменись, характер свой поменяй, поупражняйся, а потом я посмотрю, достаточно ли ты чист, чтобы тебя принять. Нет. Бог говорит я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты приходишь в спортзал, не развитый, но я тебе помогу прийти в хорошую форму. И вот также если Бог нас принял такими, какие мы есть, также и мы должны принимать других людей. Несмотря на то, что они иногда не то делают, не так говорят, как мы бы хотели. И вот эта положительная сторона, когда ты надеешься на Бога. Но есть отрицательная. Если ты не справляешься с этим разочарованием, если ты не обращаешься к Богу, чтобы Он помог тебе исцелить твое сердце, то ты будешь отвергать людей. Ты будешь не доверять людям. Ты будешь не давать им права на ошибку. Ты будешь считать себя лучше, выше других. Вот это отвержение людей, самоизоляция, когда ты закрываешь двери своего сердца для других людей. Это опасная вещь. И это нарушение заповедей Божьей, потому что Бог говорит любите людей, принимайте их, как Христос принял вас. Вы знаете, я одну историю прочитал в интернете. Не знаю, может быть, она выдуманная, может быть, она правдивая. Сегодня прочитал. Там такая история. В электричке едут люди, и заходит бомж, очень неопрятного вида, лицо спитое, и говорит, люди добрые, я не работаю, я пью, и хочу попросить вас, дайте мне денег, даже деньги, которые вы мне дадите, я все равно пропью. Но смелости вестись надо мною, смилуйтесь надо мною, и дайте мне что-нибудь. И он прошел там по вагону, ему там люди накидали рублей пятьсот, а один сидел злой мужчина и со злостью сказал, ты тунеядец, пьяница, побираешься, меня сократили на работе, у меня детей нечем кормить, потому что люди сволочи. и этот бомж, он выгребает все из своих карманов, дает ему возьми там пара тысяч, и вот он выгребает эти деньги, отдает этому мужику, говорит, возьми, у тебя семья, тебе нужнее, да ты что, забери обратно свои деньги, он говорит, да мне еще дадут, люди добрые, он говорит, люди сволочи, он говорит, нет, люди добрые, мне еще дадут, возьми, тебе сейчас нужно, они вышли там в тамбур, перепирали что-то, и бомж так и ушел, деньги ему оставил, и вот разный взгляд на людей оказался у этих двоих, бомж видел, что люди добрые, а этот мужчина видел, что люди сволочи все, все зависит от взгляда, дело в том, что когда ты видишь недостаток в человеке, какие-то недостатки, они тебя разочаровывают, у тебя есть опасность начать все красить черным, знаешь, когда ты обиделся на человека, ты в нем уже не видишь достоинства, тебе кажется, он плохой, у тебя возникает необъективный взгляд, до тех пор, пока ты не простишь, и не увидишь, что в этом человеке есть и добрые, есть и недобрые, точно так же, как и в тебе, аминь, так вот, дорогие мои, надо из разочарования выносить положительный опыт, любить людей, не ожидать от них ничего, не думать, что они тебе что-то должны, что-то обязаны, а наоборот, быть готовым самому служить, самому помогать людям, вы знаете, у меня дочка младшая участвовала в спектакле в школьном про Машу и Витю против диких гитар, кто постарше, тот смотрел этот фильм музыкальный, и там я снимал этот утренник или как сказать, спектакль, и там Дед Мороз говорит Маше и Вите, которых отпускает сказочный лес, он им говорит, по дороге подмоги ни от кого не ждите, но будьте готовы сами помочь любому, кто попросит. Я думаю, Дед Мороз христианин, он в двух словах сказал суть вот этой части моей проповеди, не ждите, что люди будут вам что-то давать, обеспечивать вас, благословлять вас, не ждите, а ну будьте сами готовы служить людям, благословлять их, служить, любить их. И знаешь, и когда кто-то послужит тебе, кто-то благословит тебя, ты не будешь воспринимать это как должное, ну меня же должны благословлять, я уже жду, 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 не благословлять, а вот наконец благословили, соизволили. Нет, ты будешь благодарен, что ты не ждал, тебе благословили. Аминь. И вот, когда я общался с людьми разочарованными, злыми на других людей, я говорю, прости, и начни сам давать. А тем людям, которые говорят, нет любви, я говорю, у тебя в сердце нет любви, люби, и будет любовь в церкви. И вот, разочарование в людях было у Илии, но Бог его исцелил, об этом будем говорить позже. Но, так же есть, существует разочарование в самом себе. Давайте прочитаем книга Судей, 6 глава, 14 стих. Здесь повествуется о Гидоне. Господь, воззрев на него, сказал, на Гидона, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя. 15 стих. Гидон сказал ему, Господи, как я спасу Израиля? Вот, и племя мое в колене Монасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. То есть, вот как себя позиционировал Гидон. Он полностью был разочарован насчет собственной личности. То есть, он говорил, из меня ничего хорошего не выйдет, потому что я никто и звать меня никак. И знаешь, разочарование в самом себе происходит тогда, когда ты ставишь перед собой цели, задачи, пытаешься их достичь, и что-то не получается. Что-то идет не так. И ты думаешь, видимо, я не способен. Видимо, я на свой счет заблуждался. Я думал о себе лучше, чем я есть. И приходит разочарование в самом себе. Знаешь, вот такое разочарование приходит часто к людям сильно очень. Годам к сорока. Это называется кризис среднего возраста. Объясню, почему. Потому что в юности тебе кажется, что ты можешь все. Ты можешь все. Ты строишь планы. И планы эти наполеоновские, планы эти грандиозные. Тебе кажется, все по плечу, все дороги открыты. Но проходит какое-то время, и ты понимаешь, что не все твои планы получилось реализовать. Того благосостояния, которого ты хотел достичь, не получилось достичь. Того положения, которое ты хотел достичь, не получилось достичь. Нет того результата. И вот в сорок лет ты понимаешь, ты стремился, и не получилось. И вот кризис среднего возраста, когда человек говорит, Гайдар в 15 лет командовал полком, а мне всего лишь 37, у меня все впереди. Ты понимаешь, люди, Моцарт в 4 года начал сочинять, Гайдар в 15 лет уже командовал. Что-то сегодня у нас грома и молния здесь на сцене. Аппаратура не выдерживает. И вот ты видишь, люди младше тебя достигли чего-то уже. Там кто-то в 25 лет уже директор, а ты кто? И приходит разочарование. Разочарование в самом себе. Гидон себя ни во что не ставил. Что я могу? Ничего не могу. И вот приходит такое мнение насчет самого себя. Что ты неудачник. Неудачник. Но знаешь, точно так же, как в разочаровании в людях, в разочаровании в самом себе есть положительная сторона и отрицательная сторона. Положительная сторона заключается в том, что ты понимаешь, что нельзя уповать только на свои способности, нельзя уповать только на свои силы, а надо уповать на Господа. Мы сегодня пели эту песню, думаю, не случайно ее в городе выбрал. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека, в том числе на самого себя. Лучше уповать на Господа. И вот когда ты разочаровываешься в самом себе, понимаешь, не все-то ты можешь, не на все-то ты способен, это помогает тебе освободиться от гордыни. Правильно? От гордыни. Это помогает тебе осознать твою зависимость от Бога. ты понимаешь, что ты зависишь от Него и что Бог принимает тебя независимо от твоих удач, неудач, от того, что ты чего-то достиг, чего-то не достиг, чего-то добился, чего-то не добился. Бог тебя принимает такого, какой ты есть. И поэтому Он помогает тебе принять самого себя таким, какой ты есть. Это очень важно. Мы с вами говорили, важно принимать других людей, но важно принять самого себя. Иисус сказал, возлюбите самого себя. Так? Не, а как Он сказал? Возлюбите ближнего, как самого себя. Это что значит? Себя тоже надо любить. Если ты себя не любишь, как ты можешь ближнего любить? Начинай себя. Люби себя. Принимай себя. Говори себе, что Бог меня принял. Почему? Не потому, что я успешный в чем-то человек, потому, что я ценен сам по себе. Ты сам по себе ценен, независимо от твоих результатов, от твоих успехов, от твоих достижений. Ты ценен сам по себе. Бог тебя любит и принимает тебя. Такого, какой ты есть, независимо от твоих заслуг. И ты себя прими. Такого, какой ты есть. Здесь потребуется доля смирения. Понять, что не все твои амбиции оказываются реализуемы. Так или нет? Конечно, позитивное мышление учит нас о том, что ставь себе любые цели, их достигай. Я вообще не против этого. Ставь цели, достигай цели, но не падай от разочарования в самом себе. Если что-то не получилось, поднимайся и двигайся дальше к достижению этих целей. Не думай, что ты неудачник, если у тебя что-то не получилось. Не получилось, потому что ты точно так же несовершенен, как и другие люди несовершенны. Прими себя. И тогда разочарование в самом себе тебе принесет пользу. Ты будешь надеяться на Бога и не надеяться на себя, не полагаться на свои силы. Это очень хорошее приобретение на самом деле. Но отрицательная сторона разочарования в самом себе это отсутствие мотивации, отсутствие целеустремленности, отсутствие мечты. Это апатия и уныние. Вот это болото, из которого надо выбираться. То есть если ты пытался, пытался, что-то не получилось, думаешь, ну и ничего, ничего я не могу, ничего из меня не получится. Пускай все идет, как идет. Дорогой мой, это неправильно. Это ты позволил своему сердцу допустить вот это состояние. Состояние саморазочарование, разочарование в самом себе. Нельзя этого допускать. Выбирайся из болота уныния и снова ставь цели. Семь раз упал, семь раз поднимайся, десять раз упал, десять раз поднимайся. Знай, что Бог тебе помогает. И третий, третий вид разочарования, это разочарование в Боге. Кто-нибудь испытывал хоть раз разочарование в Боге? Пара человек испытывало. Я испытывал. Не то, что перестал в него верить. Нет. Вот прочитаем судей 6 глава 12 стих. «Явился Гидеону ангел Господень и сказал ему Господь с тобой муж сильный». Гидеон сказал ему Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие и где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадеонитян». То есть человек верит в Бога, знает, что Бог может делать чудеса, говорит «Бог меня оставил». Вот в этой трудной ситуации Бог нашу страну оставил, не помогает, не смотрит, не поддерживает, не утешает, никак не участвует в нашей трудной жизни. Разочарование в Боге приходит во время испытаний, во время трудностей, когда ты ждешь, что Бог определенным образом тебе поможет, а Он почему-то не помогает. и ты думаешь «Бог, почему? Почему ты не участвуешь? Почему ты не помогаешь? Я же взываю к тебе, у меня было такое, когда я проходил свой трудный период в жизни, я взывал к Богу, искал Его лица, ждал, когда облегчение ко мне придет, а оно не приходило в тот момент, которого я ждал, не приходило. И знаешь, я не перестал в Него верить, я же проповедник, я знал все как правильно, я знал, что Господь не оставляет, не покидает, и даже когда мне не приходит облегчение в моих трудных обстоятельствах, я знал, что Бог все равно на моей стороне, но это было вот тут в голове у меня убеждение, а в сердце у меня было ощущение, Бог, ты меня кинул, когда мне было тяжело, ты не помог мне, когда мне было тяжело, и знаешь, я потом заметил себе, что хотя обстоятельства, Бог ответил, просто не тогда, когда я хотел, в свое время, ответ пришел, помощь пришла, ситуация разрешилась, сверхъестественным образом, участие Бога было очевидным, Бог действовал в моей жизни, но когда все уже пришло в норму, я чувствовал, внутри у меня, в сердце осталось это ощущение, что в трудный момент Бог меня не поддержал, Бог меня кинул, еще раз скажу, это было глубоко внутри, разумом я себя убеждал, нет, Бог вам всегда помогает, а внутри было разочарование, я понимал, с этим надо как-то справиться, я начал Богу высказывать, чтобы справиться с разочарованием, надо высказывать все Богу, сказано, народ, изливайте перед ним сердце ваше, не только хорошее, благодарение, хвала и поклонение, но и все эмоции, какие у тебя есть, негативные, плохие, изливай перед Богом, я прямо ему сказал, Господь, я понимаю, что ты мне помогаешь, и что ты мне помог в этой ситуации, но посмотри, у меня в сердце разочарование, потому что мне казалось, что ты кинул меня, не поддержал меня, оставил меня, бросил, помоги мне с этим справиться, и Бог мне помог, Он показал, что разочарование, которое приходит в нашу жизнь, это естественная часть нашей жизни, не надо этого бояться, надо просто вовремя приходить к тому, кто может это исцелить, к тому, кто может исцелить наше сердце, приходи к нему, и у него просить помощь, не загонять это в глубину, куда-то глубоко в свое сердце, нет, приходите и говорить Богу об этом, почему, почему происходит такое разочарование в Боге, потому что тебе кажется, что Бог делает не так, как надо, не тогда, когда надо, не то, что тебе хочется в данный момент, ты думаешь, Бог меня подвел, я хочу, чтобы мы с вами из послания Ионы прочитали 3 глава, не послание, а книга Ионы 3 глава, 4 стих, перед этим скажу, что Бог дал поручение Ионе проповедовать в Неневии, это ассирийский город, это враги, которые уничтожали израильтян, угоняли их в плен, то есть это были враги, и Бог дал ему весь такую, иди проповедуй в Неневии и скажи, что 40 дней и Неневия будет разрушена, и вот мы читаем, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней и Неневия будет разрушена, и он радовался этому, знаешь почему, потому что это враги, думает, наконец-то, Бог воздаст этим врагам по заслугам, то, чего они достойны, будут уничтожены, и он ходил и возвещал для него радостную весть, для него была радостная весть, Неневия будет разрушена, он ходил и проповедовал, Неневия будет разрушена, через 40 дней, Неневия будет разрушена, через 40 дней, Бог ему повелел, он это делал, и что произошло, 5 стих, и поверили ни невитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого до малого, 10 стих, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и ненавил, Бог простил, ненавитян, потому что они попросили у него прощения, покаялись, и он их простил, и знаешь, к чему это привело, Иону, к страшному разочарованию, к страшному разочарованию, первый стих, Иона сильно огорчился этим, и был раздражен, и молился он Господу, сказал, о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому и бежал фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, он обвиняет Бога, ты Бог благой и милосердный, я знал это, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии, и ныне Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить, он огорчился, он хотел, чтобы все эти люди сгинули навсегда, чтобы никогда ему не видеть этих врагов, а Бог их пожалел, он был раздражен, он был сильно огорчен, потому что Бог сделал не так, как он хотел, так вот, разочарование в Боге имеет для нас положительную сторону, в том, что мы должны позволить Богу действовать, так, как он хочет, это приводит нас к смирению, когда мы понимаем, не мы, владельцы своей жизни, а Бог, владелец нашей жизни, это очень важно понять, что он действует, так, как он хочет, и никто ему не скажет, что ему делать, мы можем просить у него, и он дает нам обещание, что он поможет, там, так и так, но разочарование в Боге, если мы с ним справляемся, должно привести к тому, что мы отдадим ему суверенитет в нашей жизни, а сами смиримся, как сказано, смиритесь под крепкую руку Божью, и он тогда вознесет вас, разочарование в Боге, если мы справляемся с ним, приводит нас к этому смирению, Бог делает то, что он хочет, то, как он хочет, а я даже, если не понимаю его действий, все равно продолжаю ему доверять, потому что в свое время, он сделает то, о чем ты просишь, так, как он хочет это сделать, в свое время, он даст помощь, потому что он обещал помощь, но своим путем, мы должны понять, Бог нам ничего не должен, по сути своей, люди согрешили, лишены славы Божией, и Бог их мог оставить, так и погибать в своих грехах, но он сам пошел нам навстречу, для того, чтобы вывести нас из рабства греха, для того, чтобы восстановить отношения с ним, для того, чтобы благословить нас, исцелить нас, это все его инициатива, это все его желание, это не то, что он должен нам, это то, что он дает нам, по милости своей, и благодати, и поэтому, принимай от Бога, все с благодарением, это очень важно, очень важно, я прошел свой период, испытания, и это не пошатнуло мою веру в Бога, наоборот, привело к большему смирению, я понял, что Бог меня провел через это, так как Он хотел, не как я хотел, и так как Он считает лучшим, потому что, нам иногда кажется, что мы знаем как лучше, но знаете, Бог знает как лучше, доверяйте Ему, доверяйте Ему, и вот положительная сторона этого, ты понимаешь, Бог движется своими путями, действует своими путями, но если ты позволяешь разочарованию Бога, остаться в твоем сердце, не позволишь Богу исцелить это, эту боль, тогда, это может привести к потере веры, это самое печальное, что может с человеком случиться, потерять веру в Бога, тогда, никакого шанса на спасение не остается, если ты перестаешь Богу доверять, Богу верить, идти с Богом, жить с Богом, тогда тебе ничего не остается, кроме погибели, поэтому, со всем разочарованием, со всеми обидами, со всем негативом, который возникает у тебя, от общения с людьми, от общения с самим собой, от общения с Богом, со всеми этим, приходи к Богу, исповедуй это, и Бог помогает, Он помогает нам справиться с этим, и вот, то, как Он помогает, описано, в Третьем Царстве, то, что мы с вами читали, повествование об Илье, Третье Царство, прочитаем с вами, с 5 стиха, 19 главу, 19 глава, с 5 стиха, и вот, разочарованный во всем, Илья, идет, убегает, куда-то в пустыню, стих, и лег, и заснул под можжевеловым кустом, заснул от горечи, заснул от обиды, заснул от разочарования, от усталости, от всего этого, и вот, ангел коснулся его, и сказал ему, встань, ешь, встань, ешь, и взглянул Илья, и вот, у головы его печеная лепешка, и кувшин воды, он поел, напился, и опять заснул, он еще не справился с разочарованием, ему еще очень тяжело, но, Бог его подкрепляет, еще не произошло исцеление его сердца, но Бог его поддерживает, я видел эту поддержку, когда мне было тяжело, когда мне было трудно, здесь мы видим физическое подкрепление, пища, но Бог дает нам свое подкрепление, и знаешь, когда я приходил на проповеди слушать пастора, который проповедует, я слышал, Бог мне говорит слова, которые подкрепляют мою душу, еще не ушло разочарование, но Бог уже дает силы жить, понимаете, даже когда ты, может быть, считаешь себя плохим, считаешь, что у тебя в сердце негатив, но даже в этот момент Бог подкрепляет тебя, говорит тебе, чтобы ты мог жить, чтобы ты оставался в церкви, оставался с Богом, как он это сделал для Илии, и дальше здесь описано, такое было подкрепление, что 8 стих, и встал он, поел и напился, и подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива, вот до этой горы его гнало разочарование, но силы ему дало подкрепление Божие, то, что он поел и попил, дало ему силы сорок дней путешествовать до этой горы, и там, на этой горе, 9 стих, вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему Слово Господне, то есть Господь в трудные моменты жизни, Он продолжает тебе говорить, слушай Его, открывай свои уши, взывай к Нему, и Он будет тебе говорить то, в чем ты нуждаешься, и вот было к Нему Слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? И Он сказал, позревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И вот Он изливает перед ним свое разочарование, не стесняется, говорит, вот как я вижу ситуацию, вот, никого верного не осталось, я один пророк Господень среди всех, вот так вот Он, я самый лучший на этой планете, вот так Он себя, все плохие кругом, все совратились, но Господь Ему отвечает, 15 стих, и сказал, так, нет, 11 стих, и сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясение Господь, после землетрясение огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра, Илья видел многое Он видел чудеса Потрясающие вещи Когда огонь с неба Сошел на жертвенник И поглотил то, что там находилось И вся вода испарилась Которую он там налил специально Он видел чудеса Божьи Но Господь говорит Это все эффекты Но не в этом Господь Это чудеса, это проявление моей силы Но Не в этом Господь О веянии тихого ветра Когда Господь касается твоего сердца И приносит тебе ответ Приносит тебе утешение Веяние тихого ветра Сказано о Духе Святом Который касается наших сердец И исцеляет их Иисус назвал Духа Святого Утешителем Не случайно Потому что Господь желает исцелять наши сердца Он знает, что нам тяжело бывает В этом мире Что в церкви бывает тяжело Он знает это Что с людьми нам бывает тяжело И самими собой тяжело бывает Он знает это И Он дал нам Духа Своего Утешитель Веяние тихого ветра Как справляться С разочарование Позволь Духу Божьему Коснуться твоего сердца Когда Елей помазание И зальется в твое сердце И удалит Печали твои Утешит тебя Ты знаешь Когда Господь исцеляет Ты помнишь негатив Который был у тебя в жизни Но боль уходит Просто люди Не имеющие Бога Они живут в разочаровании годами И знаешь что Время не всегда лечит Иногда они несут эту боль На протяжении всей своей жизни Что-то не сложилось с семьей Что-то не сложилось На работе С соседями Они разочарованы Обижены И они несут это И эта боль Разъедает их изнутри Становясь причиной Многих болезней Но Бог исцеляет И ты Когда Бог касается Твоего сердца Ты понимаешь Я помню Что это было Плохое что-то в моей жизни Но у меня нет Боли Это Бог Пришел и коснулся меня Это Бог сделал Моей жизни Он утешитель Иисус сказал Придите ко мне Я успокоился Иисус сказал Дух Господень Помазал меня Проповедовать Слепым прозрением Нищим И что? Исцелять сокрушенных сердцем Дух Божий Помазал Иисуса Исцелять сокрушенных сердцем Он исцеляет Наше сердце Это очень ценно Это очень важно Какие бы трудные Периоды в своей жизни Не прошел Бог исцеляет Бог исцеляет И знаешь На этом главное Не заканчиваться То есть Исцелился И хорошо Нет Дальше Пятнадцатый стих И сказал ему Господь Пойди обратно Свою дорогу Через пустыню В Дамаск И когда придешь Топомаш Азаилов Царя над Сирией А Иуэ сына Мессийна Помаш царя над Израилем И дальше 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 Дает ему инструкции Потому что Когда ты В негативных эмоциях Тебе кажется Ты не можешь больше служить Ты не достоин Того чтобы служить И у меня было такое Когда я к Богу приходил Говорю Господь С таким состоянием сердца Я служить не могу Знаешь что мне Господь говорил То же самое что Ильи Он говорил Иди служи Потому что ты к этому призван Он не позволяет нам Раскисать Размазывать Слезы По лицу То есть Ну какое-то время позволяет Говорит Ну поплакал И хватит Давай иди работай Погоревал И хватит Он учит нас Не начинайте Себя Жалеть Это очень опасно Не жалейте себя Не считайте себя Жертвой Вы не жертвы Ты дитя Божье Ты дитя Божье Ты не жертва Не жалей себя Мало ли что произошло Да И знаешь И хотелось так Сесть перед Богом Говорю беда и несчастная Бог говорит Иди и служи И знаешь что Когда ты это делаешь Бог дает тебе силы Когда ты не останавливаешься Бог дает тебе силы Бог дает тебе помазать Иди и служи Как Он сказал Ильи И вот В твоей жизни может быть все Ты столкнешься С негативом От людей Какие-то трудности Нам этого не избежать Возможно ты будешь разочарован Как я вот Не так давно После одного Нехорошего разговора Но знай С Богом Это все Можно преодолеть И нужно преодолеть И более того Вынести из этого Положительный опыт Обогатиться этим Потому что Писание говорит Что Бог Все что в нашей жизни Происходит Обращает нам на благо Обращает нам в пользу И я благодарен Богу За все эти трудные моменты Жизни Которые я прошел За все Разочарования Которые я перенес Я благодарен Богу Потому что я через это Многому научился Если бы я это не прошел Я бы не научился этому Не научился бы доверять Богу В любых обстоятельствах Не научился бы На себя не полагаться Не научился бы От людей Не ждать Или ждать слишком многого Бог все это Обращает Во благо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...